Всем здравствуйте, дорогие друзья! С вами Allianz компании «Восток-Запад». Сегодня мы находимся на нашем замечательном производстве. Сегодня мы расскажем вам о техническом обслуживании наших вездеходов, почему это важно, почему это нужно делать своевременно. Пройдемся по новым проектам. Вообще, покажем, как идут дела у нас на сегодняшний день. Сегодня мы хотим представить вашему вниманию очередную новинку нашего собственного производства. Вот такие вот замечательные катки опорные, которые мы начали производить в городе Санкт-Петербурге. И активно продаем их у себя. Как правило, проблема в чем? Когда ломается вот такая вот деталь. По заказу, сколько она у нас, Дмитрий, по времени идет? Ну, месяц-полтора. Месяц-полтора. И это минимум. Мы провели анализ катков, мы сделали литье. И это все можно приобрести у нас в наличии. Дмитрий, расскажи, пожалуйста, в чем разница от катков, которые стоят изначально на вездеходе. Форма, литье. По сути дела, все то же самое. Единственный момент. Мы пошли немножко дальше. Самая слабая часть у тех катков, обойма внутренняя, трескается, прокручиваются подшипники. Приходится восстанавливать. Если трескается, то тут уже никакого восстановления смысла нет. В результате у нас более толстая задняя часть. Естественно, сам корпус, он имеет тоже где-то на полкилограмма тяжелее, чем штатный каток. Используем больше металла, который будет у нас уже придавать больше прочности данному катку. А резинка тоже производится в Санкт-Петербурге. У нас своя матрица, в которой отливается поверхностный слой обод. Мы учли все пожелания, мы учли пробеги вездехода и изготовили такой вот узел, который будет ходить намного дольше и который вы сможете всегда приобрести из наличия у нас. Так, ну что, вот мы очутились в одном из наших производственных цехов. Что у нас здесь происходит? Один вездеход пришел у нас на небольшое ТО. На вездеходе производится замена крестовин приводных валов. На вездеходе производится замена полностью масел. Это в двигателе, в раздаточной коробке. Также вышел из строя масляный насос гидравлический. Пока по причинам непонятно. То есть сейчас производится его замена. Полный осмотр, проверка всех узлов и агрегатов, настройка, подстройка, осмотр. То есть чтобы вездеход уже после нашего ТО выехал и не заставлял абсолютно никаких неудобств. Далее пройдемте и посмотрим с нами, что у нас еще есть. Также у нас есть большое поступление гусениц. Очень много по наличию есть. То есть пришли гусеницы, которые вы можете приобрести без проблем. Вот они новые все лежат у нас. Отправляем любыми транспортными компаниями. Ссылка на наши социальные сети, на наш сайт, конечно же, будет в описании. Переходите, пишите нам, звоните. Будем с радостью помогать. Отправлять вам абсолютно любые запчасти, которых у нас сейчас очень много. Склад просто у нас, скажем, наполнен запчастями. Не испытываем абсолютно никаких проблем с этим. Далее у нас строится вот такой вот интересный зеленый ядовитый вездеход. Уже установлен двигатель, установлена трансмиссия. Трансмиссия почти у нас собрана проводка. То есть здесь уже провода у нас все уложены, подключены. Собрана также гидравлическая система уже полностью у нас. Собрана у нас тормозная система. То есть вездеход, по сути, уже находится на финишной прямой. Сейчас будет производиться сборка салона. И потом уже настройка, обкатка вездехода. Здесь, как вы видите, силовой обвес у нас в процессе сборки. Варится, подгоняется, прихватывается пока на черновые швы. Далее все это будет обварено, зачищено, покрашено. И приобретет уже конечный результат красивый. Как на всех наших вездеходах. Те, кто смотрит нас давно, видели, какие обвесы мы можем изготовить. Это и с багажником, и без багажника. С защитами, без защит. То есть абсолютно под разные задачи. Гидравлика уже на месте. Можно сказать, поворотные цилиндры стоят. Гидравлические шланги у нас прокинуты. Единственное, пока что не стоит у нас цилиндр на перелом вездехода. Вот у нас в процессе здесь топливные баки, гидравлические баки. Все максимально просто и эскетично. Здесь будут у нас лавки для пассажиров, для перевозки людей. И будет установлен сухой фен для отопления. Как только будет собран, прокинется проводка. И, в принципе, на этом будет закончена сборка. Еще одна проблема, с которой вездеход к нам приехал на ТО, это погнутая балка, которая соединяет два модуля. Как это произошло? Вездеход при эксплуатации перевернули. То есть он упал на бок. Два модуля пошли на излом. Соответственно, погнуло балку. Вот. Ну и она отреснула в одном месте. Как мы это дело устраняли? Соответственно, балка была проварена, балка была усилена. Сейчас по ней ведутся доработки в виде выпрямления, чтобы она была такой, как до переворота. Есть определенные моменты и нюансы, которые нужно учитывать, чтобы техника служила вам долго. Это наш передний приводной вал. То есть он прикручивается к редуктору и уходит усилие, то есть по нему на каток, на ведущий. Что мы здесь видим? Здесь мы видим шлицевое соединение и мы видим крестовины. Вот они, крестовины. На каждой крестовине, соответственно, мы имеем вот такие вот толотницы, которые нужно обязательно шприцевать и обновлять смазку. Как часто мы рекомендуем это делать? Ну, все зависит на самом деле от места эксплуатации вездехода. Есть вездеходы, которые эксплуатируются постоянно в болотине, то есть постоянно вода, грязь. То есть все это дело попадает. Мы рекомендуем делать это после каждого выезда. Использовать смазки, которые не смешиваются с водой. Взяли шприц, буквально там по одному-два раза прошприцевали крестовины, в воду выдавило, крестовины у вас работают на чистой, хорошей смазке, которая позволит вам долго и беспроблемно эксплуатировать вашу технику. Четыре крестовины спереди, четыре крестовины сзади и, соответственно, на самой балке. Вот здесь вот толотница находится у нас и с этой стороны, соответственно. Своевременное обслуживание вездехода очень важно. Если вы используете вездеход в отдаленных районах и не хотите каких-то проблем с техникой, то нужно соблюдать элементарные правила. Что мы делали еще? На передних и задних редукторах были поменены сальники. Редуктора были отрегулированы, то есть выставлены все зазоры в норму, проверены, что все соответствует как бы регламенту. Все, на этом вездеход у нас полностью по трансмиссии абсолютно весь исправен. Нюансов каких-либо не выявлено. Проведен полный осмотр. Ну и, соответственно, сейчас ребята у нас в данный момент занимаются заменой гидравлического насоса. Насос у нас меняется в сборе, устанавливается, проверяется. Вездеход проходит небольшую обкатку пробную. Лишь после этого мы отдаем вездеход заказчику. Хороший сервис, где есть абсолютно все запасные части необходимые для ТО вездехода. То вы знаете, к кому можно обратиться. А именно к нам. Мы находимся в нашем слесарном цеху. Здесь у нас получается стенд для обкатки. Здесь у нас пришел вот такой вот двигатель на обслуживание и на ремонт полноценный. Что произошло? Во втором цилиндре у нас вышла из строя масляная форсунка. Соответственно, перегрев поршня, задиры. Вот так вот выглядит поршень перегретый. Посмотрите, вот мы его уже распилили. Задир цилиндра. Ну и, соответственно, все вытекающие. Вот вы можете видеть, да, что бывает. Полный капитальный ремонт. Расточка блока. Установка новой поршневой. Колец. Вкладыши. Полностью комплект прокладок. То есть после чего двигатель будет передан уже непосредственно заказчику. Поэтому с ремонтом силовых агрегатов также можете к нам обращаться. Отправлять нам. Будем ремонтировать. И отправлять вам уже готовый результат. Дорогие друзья, мы рады, что вы провели с нами этот прекрасный день. Мы показали вам наше производство. Мы показали вам новинки, которые мы с вами производим. Переходите в наши социальные сети, которые будут в ссылке под данным роликом. Пишите нам. Звоните. Обязательно заказывайте запасные части. Следите за нашими роликами. Дальше будет только интереснее. Мы будем показывать самое интересное из мира вездеходной техники. А я с вами прощаюсь. Увидимся.